И так, сегодня будет следующий эффективный компресс при кашле, бронхите, трахиите, также помощи при любой простуде. Нам нужно замесить тесто. Если вы будете делать только на груди, значит, ну, небольшой кусок теста вот такой. Если вы хотите сделать и на груди, и на спине, а это будет намного эффективнее, значит, вам надо тесто сделать побольше. Тесто потом нужно будет расформировать по всей поверхности, кроме сердца. На спине можно по всей спине расформировать. Что нам нужно для теста? Берем в равных количествах горчицу, дальше, любое растительное масло, подсолнечное подойдет масло, дальше, берем мед, и последние два ингредиента мы будем использовать спирт или водку. Водку разбавлять не надо, спирт нужно разбавить наполовину. И, конечно же, нам для того, чтобы замесить тесто, нужна мука. Значит, все замешиваем. Все, замесили два кусочка муки на основе наших вот этих всех компонентов. Желательно, чтобы наше тесто, когда мы его замесили, было теплое, где-то 35 до 40 градусов. Можно его потом, это тесто, положить в небольшую глубокую тарелочку и поставить на водяную баню, чтобы это тесто немножко нагрелось. Но, смотрите, не сильно, до 40 градусов максимум. Берем, делим его на две части. Первое на грудь и второе на спину. Расформировываем наше тесто. Можно покромсать его на несколько кусочков. Вот здесь кусочек, вот здесь кусочек и вот здесь кусочек. Если вам кто-то помогает, значит на спину то же самое. Как на спину еще можно сделать? Самому, если вдруг кто-то живет сам. То есть, берем небольшое покрывало, ложим его на кровать. И на этом покрывале пробуем расформировать тесто. Ну, тесто можно, в принципе, быстро расформировать где-то на столе, чтобы оно такое было, как на пиццу. И ложим на наше покрывало. Потом осторожно ложимся на кровать, прямо на это тесто. А потом уже второй кусок теста сами расформировываем здесь. Берем второе одеяло и накрываемся. Можно также использовать различный полиэтилен. Куски полиэтилена, которыми мы создаем дополнительный микроклимат. И все, полностью хорошо укрываемся и лежим в таком состоянии час-полтора. После этого можно осторожно теплой водичкой все смыть или все стереть. Такое мероприятие можно делать от трех до четырех раз в день. Чередуйте с другими различными подобными компрессами, а также ингаляциями и питьевыми процедурами. Чередуйте все с медикаментозными средствами, которые назначил вам врач. И лечите свой бронхит, свой кашель буквально за 2-3 дня. Если вам нравятся мои рецепты для здоровья, не забудьте меня поблагодарить. А лучшей благодарностью для меня служат ваши лайки, ваши комментарии, ваши спасибо в комментариях. А также, если вы поделитесь данным видео со своими друзьями, пусть они тоже знают, как быть здоровыми. До новых встреч на моем канале и встретимся еще. Субтитры сделал DimaTorzok